Девушки отдыхают 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 В поле сон ищет с урачом, но везде, везде. В поле сон ищет с урачом, но везде, везде. Идёт свет в полице, и всё плиты на слюзах пенка. В поле сон ищет с урачом, но везде, везде. Идёт свет в полице, ищет с урачом, но везде. Идёт свет в полице, ищет с урачом, но везде. Идёт свет в полице, ищет с урачом, но везде. Идёт свет в полице, ищет с урачом, но везде. Идёт свет в полице, ищет с урачом, но везде. Идёт свет в полице, ищет с урачом, но везде. Идёт свет в полице, ищет с урачом, но везде. Идёт свет в полице, ищет с урачом, но везде. Идёт свет в полице, ищет с урачом. Идёт свет в полице, ищет с урачом, но везде. Идёт свет в полице, ищет с урачом, но везде. Идёт свет в полице, ищет с урачом, но везде. Может, хватит, но он в 20 раз не принес. Никто его не строил, но, в всяком случае, пока не построил, видимо, это что и делать, мне кажется. Вопрос, поделаешь ли ты? РНЕ и МПП, да, поделаешь? Уважая РНЕ, если не принято берем это звиквение, мы по большому счету завели честный правильный. Тогда помогайте, в том, что слов не очень хорошо можно. Летели качели, да без пассажира, без постороннего усилия, да не по себе. Летели качели, да без пассажира, без постороннего усилия, да не по себе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Дмитрий DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Мы видели на концерте вообще ни одного лозунга, и песни не призывали на баррикады. Люди, которые понимают и не понимают, что они на самом деле призывают на баррикады, и не понимают, как это лозунг из-за наших песен стоять. Особенно всякие московские комсомольцы и так далее. Они это чувствуют и понимают. Да, мы соответствуем тому, что про нас пишут. Я думаю, что гораздо еще сильнее, чем они, конечно. А не было за пожелание какого-то паука из-за металла выдвинуться во власти и реально что-то менять? Не, ну хороший металл это смешно. То есть это уже изначально из вопроса ясно, что это не нечто такого же. Вопрос изначально уже полукуриезный получается. Социологический ответ был такой же примерно. Ну что такое хороший металл? Паук? Вот. Я иногда у него на точке депетирую в Москве. Ну и точка Галмонов спасается. А реально, скажем, во власти какие это не стоит, да? Да нет, конечно. Если бы хотел во власть, а давно бы уже во власть ему захотелось. Зачем мне это надо? Мне это не надо. То есть то, что мы делаем, это не из области того, что мы ж не давлее над умами. То есть мы никого не заставляем думать так, как мы думаем. Да, мы живем определенной жизнью, в принципе, такой достаточно жесткой и экстремистской, может быть. Но то, что мы делаем, в принципе, это мы сеем жестки. Но человек можно сам решить и сам за себя отвечать за свои поступки. То есть я не отвечаю ни за кого из моих пленов. То есть я не отвечаю ни за этих дураков, ни за умных людей. Понятно, что скажешь? То же каждый человек, то, что мы делаем, это мы даем какие-то определенные объекты. Жизнь, стихи или что-то еще. Реальность выдаем. Что с ней можно сделать? Это называется «мартышские очки». То есть мы можем, конечно, нормально ее примирить в виде очков. А можно ножоку себе нацепить или что-нибудь еще. Поэтому, то есть гарантии того, что с нашими ложками, с нашими действиями происходит, то есть я не гарантирую. Я не знаю. Но я знаю совершенно, что я нахожусь среди всех боющихся масс, скручивающихся народов. Это советское будущее. Даже не то же советское имя, а то же русское имя. То есть я не националисты, а интернационалисты. То есть я советские, скажем так, националисты. За то будущее, которое, допустим, Чигевара, или, допустим, Красный Деганец. Я советский националист. Я советский националист. Я родился в СССР. Я не родился ни в Израиле, ни в России, ни в Татарстане, ни в Украине. У меня огромное количество всевозможных родней. Начиная с Украины. Я сам родился, собственно, из казаков. Там такие крови перемешались, там всевозможные. У меня огромное количество друзей всевозможных. Из всех националистов. А теперь я их окончаю, я не знаю, кем угодно. Американцы, так сказать, можно националисты назвать. Хотя, конечно, вряд ли, вряд ли. Я защищаю тот, как бы сказать, миропорядок, особенно духовный миропорядок. Который, так сказать, я связал, так сказать, с молоком матерью. То есть, с детства. То, что я в детстве играл в футбол, то я, в принципе, либо был футболистом, либо поэк. То есть, у меня будет такая две разницы. Поэтому, так сказать, болезнь. Динамо отъехал, потому что я считаю, что это моя команда. То есть, я не считаю, что Украина отдельно. То есть, мне смешно, если слышать. Это глупо. Белоруссия, так сказать, и так далее, и так далее. Ну, Чесня, конечно, может быть, это, конечно, не моя. Хе-хе-хе-хе. Но все остальное, Грузия, Армения, и так далее. Это все же наша страна, это империя была. Ну, собственно, с политикой упокойся. Расчитаешь ли это, то, что реальное объединение все равно может быть? Да, конечно, рано или поздно произойдет. Но, видимо, произойдет экономическая основа. Потому что сейчас те поколения, которые представляют, скажем, я, вот духовный, вот, они с политикой картой, они уходят. Они ничего не значат. Потому что мы умные. Мы знаем, что это такое. Мы знаем, какую цену всему основу. Я, допустим, посадал СССР, там, и так далее. Я вообще поздно там сидел. Чуть тюрьму нет, наверное, посадите несколько раз. Но я не знал памятник, как ему напугали. Я не знал памятник человеку. Поэтому я за СССР, пускай это будет. Пускай нас поставят, может быть, за хозяйственную основу. Но, тем не менее, это дом был. Допустим, во всяком случае, допустим, я не за себя говорю, но, допустим, за своих друзей. Мне, допустим, было бы приятно, вот, Сергей, наш директор, когда он взялся ничёный какой-то, дочка, да? Мне, допустим, было бы приятно, чтобы ничёный какой-то щекотил и что-нибудь с ними не сделал. Понимаешь? Это была защита, гарантия государства относительно того, что дети были в покое, дома находились. То есть не страшно было. Но вот ради этого, допустим, я буду там воевать. То есть это не важно, сказать, будут ли мы там... ... ... ... ... ...